Здравствуйте! FIO KA3 это портативный ЦАПа у середей стоимостью 285 белорусских рублей. Построен он на ЦАПе ES9038Q2M, имеет очень внушительную мощность, 130 мВт на небалансном выходе и 240 мВт на балансном выходе, естественно при сопротивлении 32 Ом. И по разъемам имеет USB Type-C на вход и на выходе у нас есть небалансный 3,5 мм и балансный 4,4 мм Пентакон. Собран ЦАП и усилитель очень качественно, очень хорошо, то есть есть какие-то и приятные элементы в самом дизайне, но единственное, что из-за этой ребристости есть некоторая немножечко острота граней и пальцем все это ощущаешь мелочи, но походу это самый главный недостаток этого ЦАПа усилителя. И в том числе есть индикатор, что в общем-то не особо-то и полезно, но он присутствует, вроде как прикольный, почему бы и да пусть себе будет. В комплекте из полезного мы можем найти кабель-переходник, очень приятный по своему плетению, симпатичный, интересный, хочется им пользоваться. И переходник для того, чтобы можно было использовать данный ЦАПа усилитель в качестве внешней звуковой карты. И самое главное, что он из себя представляет по звучанию, насколько он хорош. Если бы мне удалось его послушать перед тем, как я записал видео топ портативных ЦАПа усилителей, то само видео было бы короче процентов на 30 и определиться с какими-то выводами было бы значительно проще. По своей подаче, ЦАПа усилитель очень пытается выйти на уровень с какими-нибудь сплеерами среднего сегмента, 300, 400, 500 долларов. Это нейтральность, этого никаких особых приукрашательств здесь нет, но и при этом звучание скучным он не делает. То есть он старается звучать как положено уже небюджетным устройством, не пытаясь скрыть какие-то косяки своего звучания, бюджетность своего звучания всякими приукрасами. Он звучит уже достаточно хорошо, это действительно очень и очень хороший уровень. Именно среднебюджетных каких-то хай-фай-плееров. И, казалось бы, есть тот же HIDIS S9 Pro, который схож по тому же ЦАПу, возможно, там они будут и похожи по своей схемотехнике, но все же различия у них есть, потому что в случае с HIDIS S9 Pro есть проблемы по высоким частотам. Если наушники склонны к сибиллянтам, склонны к потере контроля на высокой громкости, на высоких частотах, то намного выше вероятность того, что они потеряют контроль в случае с HIDIS, нежели с FIO-KA3. То есть здесь ситуация намного лучше. И при этом он не является каким-то скучным, потому что все-таки в здравом смысле такая небольшая агрессивность здесь присутствует, но она все же очень такая аккуратная и не настолько сильно акцентирована, как в том же iBus DC-05. И также жаль, что не получилось его послушать до того, как записывал видео про источник за 150 долларов, что лучше выбрать, потому что суть этого видео заключалась в том, что вы можете приобрести либо же FIO-BTR 52021 в Bluetooth-ресивер, либо же можете приобрести ЦАП-усилитель, разница там не особо-то и большая, но все-таки оно присутствует, ЦАП-усилитель немного лучше. То в этом случае уже разница достаточно большая. И он звучит достаточно лучше, чем тот же BTR 5 для того, чтобы простить ему отсутствие Bluetooth, за отсутствие встроенного аккумулятора и так далее. То есть разница между BTR 52021 и Ka3 уже значительно большая. И особенно она касается краев частотного диапазона, потому что именно в этом смысле он уже значительно ближе к тем же Hi-Fi плеерам среднего бюджета. То есть они прорабатываются намного лучше, чем вы возьмете BTR 5 и будете подключать его даже по USB, не по проводу. Хотя опять же по подаче они схожи. Они оба нейтральные, оба не пытаются давить там агрессивностью, либо же добавлением каких-то определенных частот, добавлением своего какого-то характера и так далее. Он может звучать нейтрально, околомониторно, но при этом не скучно. То есть если наушники достаточно хорошие по своей аналитике, то есть подключить туда те же FIO FH7, они будут звучать хорошо. Понятно, что если будем сравнивать с каким-нибудь FIO M11 на LTD, то уже там будет звучание лучше, потому что все равно это полноценный аккумулятор, более полноценная обвязка, это лучше реализованные усиления. И да, разница там есть. Уже в мелочах, в тонкостях, в нюансах все это можно будет находить, и разница там будет чувствоваться. Но для своей стоимости он звучит просто великолепно. Это прекрасное устройство, которое, в общем-то, и ругать не хочется. То есть как-то слишком много я говорю хорошего про FIO, то есть мне самому уже так немножко от этого неприятно, что ли. Но опять-таки у них есть и хорошее устройство, есть и не очень хорошее устройство. Поэтому тут у них получилось, как в случае с тем же FIO M17, и почему бы их и не похвалить за это. Прекрасное и хорошее устройство. Кому могу советовать? Да, в принципе, всем. Потому что это прекрасная база для создания какого-то комплекта. То есть вы покупаете данный ЦАПа усилитель, к примеру, и просто уже подачу делаете наушниками. Вы хотите, чтобы было ярко, чтобы были прям такие басы приятные-приятные, чтобы по массе их было достаточно, чтобы там и высокие там звенели, все как положено. И QOH 10 какие-нибудь взяли, все, получаете красоту. У вас яркое звучание, интересное, со всякими добавляющимися там низкими частотами. Но что все это было в рамках разумного, в пределах какой-то аудиофилии. Хотите чего-то большего, лучшего, взяли те же FIO FH7, аналитика, все, там можно уже расслушивать детальки, все остальное, копись на какой-то Hi-Fi плеер, либо же уже более полноценный какой-то ЦАПа усилитель, либо же другой источник. Он все равно для этого подойдет, потому что они будут сыгрываться хорошо. И я думаю, смысл уже понятен. По мощности его даже на небалансном выходе для внутриканальных наушников просто за глаза. Подключайте по балансному выходу какие-нибудь полноразмерные наушники, даже многие там 200-250 Ом, все равно он будет раскачивать по балансу. Все будет тоже звучать достаточно хорошо. Ну все, вопросов нет. По мощности он закрывает большинство каких-то потребностей. По своей подаче он идеальнее, потому что ничего не привносит. И по своей возможностям по аналитике он тоже прекрасный. Все, топ, супер. Можно советовать, потому что как таковых недостатков сильных я в нем не нашел, кроме вот этой вот ребристости. Ну извините меня, когда уже начинаешь называть главным недостатком то, что пальчиком не особо приятно, когда по граням плеера вводишь. Ну это уже цапоусилитель. Это уже уровень, так сказать. Поэтому буду закругляться. Все, что посчитал необходимым. Сказать, а нет, нет, все-таки еще кое-что скажу. Мне нравится то, что FIO сделали свое приложение FIO Control. Подключаете какой-нибудь Bluetooth ресивер, заходите в это приложение и можете уже регулировать там гейн, какие-то нюансы, там эквалайзер встроенный есть, фильтр низких частот и так далее. И здесь тоже самое присутствует. То есть вы можете выбрать максимальную громкость, а это все-таки важно, потому что дури в нем очень много. И все-таки стоит ограничить максимальную громкость, потому что в моем случае там 30-40-50% хватало. Все, то есть если случайно как-то задумался, там просто с телефона вслушал какое-то видео, нужно было посмотреть, либо же там Bluetooth наушники были подключены, и была громкость 80%, подключили цапоусилитель, и вот вы услышите все эти 80%, будет плохо. Вот, поэтому это полезно. Тот же фильтр низких частот, возможно, тоже стоит поиграться, что-то под себя сделать, настроить. Это полезно. Вот это приложение, которое нравится, и тот же Fio Music, я, конечно, вспоминаю его, понимаю, насколько он все-таки отстает от того же Hibe Music, от того же iBus. Мьюзи хочется, чтобы доработали, и что все, уже в том числе его можно было похвалить. Но пока что там есть свои недочеты. И, да, опять же, с внутриканальными наушниками, с EEM, даже на минимальной громкости, фонового шума я не заметил, его нет, поэтому тоже плюсик цапоусилителю. На этом буду закругляться. Если понравилось видео, то, естественно, буду рад вашему лайку. Если заинтересовал, то по ссылке в описании сможете найти. Ну и если вы являетесь его обладателем, то также интересно будет послушать и ваши, в том числе, впечатления. Поэтому все, закругляюсь, счастья здоровья, и до скорых встреч.